Я давно хотел добраться до темы ЧПУ, то есть станки с компьютерным управлением, и вот сейчас вроде как пришло время. Начнем, пожалуй, с самого простенького, а дальше, я думаю, вам эта тема понравится, и можно будет заняться усовершенствованием. Или даже собрать более масштабный станок. Соберем маленький лазерный гравировальный станок. Каретки используем, уже готовые, от CD-ROM. Я специально складывал их в дальний ящик, в надежде именно такого момента. Нам понадобятся две каретки. У меня завалялись из более-менее живых аж три штуки, то есть даже есть из чего выбрать. Пожалуй, возьму вот эти две, так как у них шаг резьбы ходового винта 3 мм, а у третьей каретки шаг 5 мм, что есть немного хуже. Лазерный модуль будем использовать готовый, заводского исполнения на 200 мВт. Можно, конечно, вытащить лазер из пишущего DVD-ROM, но лазер вещь довольно капризная, и его довольно легко спалить, в попытках выжать из него нормальную мощность. А еще я умудрился сломать несколько DVD-шных лазеров, в попытке впрессовать их в оправку, которая должна служить держателем и радиатором, так как от перегрева лазеру тоже придет каюх. А еще не забываем про морокку с линзами. В общем, лазеры хрупкие и капризные, и лучше пожалеть свои нервы и взять готовый. Также нам еще понадобится пару кусочков любого листового материала. Можно взять хоть картон, но у меня есть запасы оргстекла. И куча кусочков пластика, которые и пойдут в дело. И кусочек алюминия, потом поймете, зачем он нужен. Парочка огрызков алюминиевого уголка. Демпферы от CD-ROM-ов нам тоже пригодятся, не спешите их выбрасывать. Традиционно куча винтиков, шайбочек и гаечек для сборки конструкции. Ардуинка с USB кабелем. И макетка с комплектом проводов. Приступим к сборке механической части. Для начала прикрутим горизонтальную каретку к, ну, можно сказать, станине из Ор-стекла. Если прикручивать в стык, то каретка при движении будет шоркать по станине. Для этого ставлю несколько промежуточных гаек, таким образом, чтобы между самой нижней частью каретки и станиной оставался зазор в 1-2 мм. Демпферы используем в качестве ножек. Внутрь засовываю большие шайбы и можно будет прикрутить к станине. Так как станок всё же при работе создаёт некую вибрацию и будет создавать неприятное дребезжание, стоя на столе. Демпферы же погасят эту вибрацию и дополнительно станок не будет скользить по столу. Прикрутим к горизонтальной каретке небольшую площадку. Это и будет наш рабочий столик, на котором будет располагаться деталь. С помощью уголков прикрутим вертикальную каретку на станину. Прикручивается она под углами в 90 градусов в двух плоскостях относительно горизонтальной каретки. Прикручиваем вертикальный столик к вертикальной каретке. На нём будет устанавливаться лазер. Тут-то нам и понадобится алюминиевая пластина. Конструкция такая, что алюминиевая пластинка может изменять своё положение в одной плоскости. Это нужно, чтобы была возможность настройки установки лазера под 90 градусов к рабочему столику. Лазерная головка крепится к алюминиевой пластине на две довольно тугие пружинки. Таким образом можно ещё немного перемещать лазер по высоте, настраивая фокусировку. Это в дополнение к имеющемуся винту настройки фокусировки на лазерном модуле. Перейдём к конструкции электроники. Регуляторами моторов послужат уже известные нам L298N. Просто они уже есть, а другие ещё не приехали. Питание лазера и моторов будет осуществляться от обычного 5-вольтового блока питания, которым вы обычно заряжаете телефон. Только блок питания должен быть хотя бы на 1,5 А, а лучше на 2. Соответственно, ещё нужен будет USB-штекер с выведенными контактами питания. Собираем всё по вот такой схеме. Сборка электронной части довольно простая. Всё довольно просто, минут за 10 накидывается на макетки. Дабы какой-нибудь из проводов не заживало в механизм, их следует аккуратненько стянуть стяжками или примотать к раме-изолентой. Вот такая интересная конструкция получается. Станок очень маленький, но тем не менее принесёт массу положительных эмоций. Собрать его сможет практически любой. И я думаю, мы ещё поговорим на тему его модификации и усовершенствования. По вашим оценкам и комментариям, я буду судить, насколько стоит развивать эту тему. Ну да ладно, подключаем все провода и переходим к программной части. Теперь переходим к программной части. В Ардуину заливаем вот этот скетч. Здесь на всякий случай есть некие комментарии с подсказками. Для самой гравировки будем использовать вот такую простенькую программу. Для начала идём в настройки. Выбираем наш Компорт, к которому подключена Ардуина. Скорость устанавливаем на 9600. Задержку между шагами от 2000. Это примерная скорость оптимальной работы моторов. Далее настраиваем соответствие шагов мотора проходимому расстоянию каретки. Ось Z можно не трогать, у нас её нету. А вот ось X и Y настраиваем. По такой формуле. Данный мотор делает у нас 20 шагов на полный оборот. А шаг ходового винта у нас 3 мм. То есть за один оборот ходового винта каретка перемещается на 3 мм. Делим шаг ходового винта на количество шагов мотора на оборот. То есть делим 3 на 20. Получаем 0,15 мм на 1 шаг мотора. Это значение и указываем в настройках. Теперь зайдём в ручное управление. Укажем преодолеваемое расстояние каретки для одного нажатия клавиши. Клацаем поехали и теперь каретки будут передвигаться по нажатию стрелочек на клавиатуре компьютера. Если каретка едет не в ту сторону, переворачиваем разъём её мотора на 180 градусов. Или в настройках, там где мы указывали миллиметры на шаг мотора, ставим знак минус перед значением. Перейдём в саму гравировку. Выбираем лазерная гравировка, градации картинки. Выбираем нужное нам изображение. Шагов на пиксель мы пока что не можем выбрать много, так как разрешение нашего рабочего стола на данный момент составляет 266 на 266 точек, или 40 на 40 мм. Можно настроить задержку лазера. Это то время, сколько луч будет светить в одно место. Таким образом мы регулируем мощность. Ведь чем дольше луч светит в одну точку, тем больше эта точка прожигается. Дальше ставим галочку на возврат в исходное положение после конца гравировки. И галочку гравировать. У меня она сейчас не активна, так как станок отключен. И нажимаем кнопку гравировать, после чего начнётся процесс гравировки. Всё необходимое программное обеспечение можно скачать по ссылке в описании. Ну что же, начнём процесс гравировки. Получили вот такую надпись на кусочке пластика. При детальном рассмотрении видно, так сказать, пиксели. Чтобы это устранить, надо повысить разрешение. Это можно сделать разными способами. К примеру, установив специальные драйвера моторов, которые уже едут ко мне. При гравировке некоторых материалов или на большой выдержке, в рабочей зоне довольно дымно. Что неблагоприятно сказывается на качестве гравировки. Простым решением будет поставить обычный компьютерный кулер. У меня как раз завалялся вот такой 120-й. Он на 12 вольт, но я подключил его на 5 вольт. От того же блока питания, от которого работает станок. Так кулер меньше гудит, а обдува вполне хватает. Вот пример разной выдержки. Цифра означает количество тысяч микросекунд, с которой она гравировалась. Цифры 30 и 50 внешне отличаются не сильно, но на ощупь довольно сильно чувствуется, что цифра 50 намного глубже. Гравируемая деталь крепится на рабочем столике просто двумя резинками. Такой фиксации вполне хватает. На этом эта серия подходит к концу. Оценивайте, подписывайтесь и комментируйте. Дабы я знал, что вам интересно это и стоит продолжать. Ссылки на программное обеспечение и на кое-какие комплектующие есть в описании под видео. Заходите в группу ВКонтакте. Сможете, может быть, найти там для себя разную ценную информацию. Ну а мы это сделали.